Продолжение следует... 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 Раньше, чем через 9 месяцев по этим запросам. Гораздо проще двигаться по таким запросам, как «Купить куточку кожаную в Киеве недорого», «Купить кожаную куточку с мехом и капюшоном» и так далее. Такие long tail запросы. Но, как видите, на вот этом сайте его нет. И теряется очень много возможностей получить низкочастотный трафик, который более релевантный и более конверсионный, я даже сказал. Потому что, если клиент выбивает запрос «Купить куточку», он еще не знает, он еще не определился, какую он хочет, «Кожаную» или «Зимнюю» или «Снегом». Ему нужно искать, во-первых, на этом сайте. Если он даже попадет на сайт по запросу «Купить куточку», то ему сложно будет выбрать, так как он не сможет сцептировать. Во-вторых, неудобно с точки зрения SEO в том плане, что мы не сможем получить пользователей, которые уже определились с тем, что подряд именно кожаный или именно «Снегом». Если даже они попадут, то они грабили найдут, и у нас будет конверсия. Здесь возникает еще, может возникнуть еще одна ошибка. Это когда сервис специалист говорит клиенту, что нет страниц, давайте создавать. Клиент опять обращается к разработчикам и говорит, «Мне посоветовали сделать фильтрацию, давайте делать». А там разработчик говорит, ну, это не учитывалось при разработке, мы не можем это сделать. Или еще вариант, что мы можем делать, но это дорого. И клиент говорит, нет, мне даже так надо выкинуть денег на этот магазин, давайте как-то продвигать то, что есть. И тут возникают две ошибки, которые может допустить всего специалиста. Это или продвигать все эстматическое ядро, там, вот эти все курточки, там, кожаные, всесезонные, летние и так далее, на одной странице, и получается такой половну немного. Ну, могу показать, даже нашел сайт на каком-то там, в 120-м месте, в поиске Google. Там, конечно, интересно, вот так поступили, как я говорил, что взяли, и метатейр, вот, мужскую, там, потом зимняя, летняя, кожаная, в итоге даже мы все слова не полезли, тайт, description, и, как видите, несколько раз встречается слово «кунточка», очень много различных запросов, направлений, мужская, летняя, кожаная. От такого продвижения вы результата не увидите, даже вы можете получить танцы со стороны поисковой системы по группе, и Яндекс за такой переспам ключевых слов, и метатейр, и в текстах, и, ну, в общем, ничего хорошего с этого не будет. Вот вы просто, если вы клиент, то вы за такое продвижение будете, там, платить, там, пять месяцев, шесть месяцев, ну, пока вам не надоест, а результата вы не дождете, да. Ну, а если вы не сгодились, так, разделять под фильтром, то что вы говорите? Вот, второй момент, если вам не согласен разделять под фильтром, то все специалисты может прийти еще к одному варианту, это сделать такой каталог ступеньками, линейно-статические страницы. Третий пункт, ну, это как вариант выхода из такой ситуации, ну, вот здесь также можно допустить ошибку, когда, ну, например, мы заходим в каталог одежды, там, выбираем мужская одежда, потом выбираем культочки, потом в этом разделе уже есть, там, страница брендов, мы переходим на бренд, потом выбираем, там, зимнее, там, или летнее, потом опять еще выбираем материал и так далее. Мы, получается, выбираемся в структуру сайта очень глубоко. И у нас, получается, целевые страницы, которые мы продвигаем, они очень глубоко зарыты где-то в каталоге, которым как Googlebot, так и пользователю нужно совершить новый клип с главной, чтобы дойти до него. Пользователь может не дойти до него, надо есть куда-то плацать и искать эту кусточку и уйти с сайта. Googlebot может так же сам протисканировать несколько уровней, там, 5-6, и дальше не дойти, и там, те, которые с сорокатым уровнем возможности может быть сорокатый раз в неделю, там, или раз в месяц индексировать и отновлять больше, а то и реже. То есть можно? Да. Такая же сайт-маглуб, можно дать чуть-чуть? Да, это тоже можно, оно будет, ну, как бы, чаще индексировать, но вес с главной, получается, главная страница самая фастовая, она имеет самый большой вес, самые большие, там, птицы, пейчан, которые уже не отновляются, но она, получается, самая, да, трастовая, которая имеет большой вес, которая передается на внутренние страницы. За счет этого внутреннего веса, если правильно ему передать между внутренними страницами каталога, то вы можете хорошо улучшить ранжирование ваших страниц каталога, без внешних ссылок, просто за счет того, что у вас есть ссылки с главной, или вы сможете добраться на страницу каталога, там, буквально, там, на два клика. Вот. Некоторые не делают эту перелинковку, не делают уровень возможностей меньше, и просто вот так делают такой каталог с ступеньками, и вот этот внутренний вес не передается на внутренние страницы, и получается, вы тратите больше бюджета на внешние ссылки, на какие-то манипуляции с ссылочным весом, чтобы улучшить ранжирование данных страниц. Можно нам сделать намного проще, это сделать, там, выпадающие меню, например, мы можем навести на фокус, и у нас выпадающие меню, например, мы можем навести на балетке и сделать еще выпадающие меню, там, по бренду, например, мы тем самым делаем уровень возможности намного меньше, мы сможем с главной попасть в один клик на поветке, или даже если мы еще делаем один уровень возможностей, выпадающий меню, то получается третий уровень возможностей у нас станет первым. И мы таким образом перелинковываем страницы, передаем вес в два из других страниц какого-то, вот, равномерно так перелинковываем данные страницы и улучшаем, во-первых, ранжирование, а во-вторых, уровень возможностей уменьшаем. Вопрос. Что такое уровень сложностей? Сколько нужно сделать после главной или это уровень что-то? Это уровень сколько кликов и сделали с главной кликами. От кликов именно. Вот мы зашли, нажали, там, нажали, потом еще нажали, и на второй. Так что, а уровень можностей по играм адреса? Нет, нет. Есть сайты, которые всегда обливают? Желательно делать не очень огромные вот эти уровни адреса, там есть какой-то лимит, ну, желательный, рекомендованный, но еще двадцать четыре. А? Еще двадцать четыре. Да, по-моему, что-то в таком районе, я от себя не придерживаюсь, потому что я стараюсь кого-то делать, но там столько там в СЛОШЕ, и я проводил даже эксперимент, проводил, продвигал один сайт, в котором, ну, такая структура была, самая же движка интернет-магазина, где было много СЛОШЕ, и вот по той же тематике, где просто был каталог, и сразу, там, например, дверь или бренд, ну, опа, а если правильно выбрали такие движения, а вот так что есть? Домент, слэш и URL-страничек уже идут, группе нашим. Вот. Такая структура, в принципе, на всем сайте. Все же страницы идут одного уровня, как СКК. Они все идут равноцами. Да. Да. Но все равно, если вы, ну, как Гугл будет находить страницу, он же ждет по каталогу или по сайтаме, и он же журнализирует, какой будет возможность этой страницы по тому, ну, сколько нам надо сделать переходов. С главной. С главной, да. В уровне возможностей уже от главной идет. А то, что у вас, например, после домена сразу идет URL, постоянно, то ли это товар, я так понимаю, или это еще страница каталога, ну, здесь ничего страшного. Единственное, что в аналитике вам будет сложно отследить, сколько у вас там трафика идет на товары, сколько у вас на странице каталога, например, у вас будет домен, слэш, товары, так товар там, и какой именно товар, айд товар там, и название товара. Вы так отсортировали. Когда Google Analytics ведет из медики по категории, там, товары или категории, вы увидите, что у вас работает лучше. Или товары несут частотные запросы, или там, фильтры, или каталоги. А когда у вас просто короткий URL, вы так не сможете узнать. Ну, сможете, но это очень проблематично. А с точки зрения SEO, что дальше так отлично продвигается сайта, волонтальная стратегия будет. Так. Вот. Пришла с таких ошибок, это не только получаете средний частотный, низкий частотный трафик, риск попасть в основные поисковые системы, это если продвигать много слов под одну страницу, будет переспам, и большой процент отказов, так как пользователю тяжело найти вам, нужный ему товар на вашем сайте, то есть страница с фиксацией. А перед спамом поймется, ну, будет считаться, к примеру, курточка, небобедров, стрелок, Донецк, Хайперов? Нет. Такой не будет, но он не поймет ее таргетик, куда вы будете продвигать, под Донецк или под Хайперов. Одна страница, по-моему, это бывают случаи, я встречал в выдаче, когда очень трастовый сайт, типа розетка, или еще, когда в него просто огромное доверие поисковой системе, и он начинает уже афлажировать все, что предложит этот сайт. А если у вас новый сайт, или не очень трастовый, если вы будете продвигать одну страницу, несколько запросов, это неправильно, вы можете под какой-то один регион выйти в топ, под остальные он не будет хунжироваться, или будет хунжироваться, надеться там за топ-30, вы не достигнете результата. Самое лучшее делать это отдельные страницы под разные регионы, например, если у вас там есть каталог товаров, например, двери, вы можете в фильтр, ну, если у вас есть фильтрации реализованные, там, безкомнатные, деревянные и так далее, вы можете еще добавить фильтр в город. Я иногда делаю, в каком городе я там нахожусь. А, то есть это не видимый как бы пользователю, а самому? Да нет, может быть, пользователю выбрать этот фильтр на странице каталога, вы передаете весь, ну, часто эти страницы в перелинковке, если я, например, захожу на ваш сайт с Днепропетровска, ваш сайт, например, в Киеве, там, я могу поменять номер телефона, когда нажимали на фильтр Днепропетровский, на фильтр Днепропетровский номер телефона, по IP-телефонии, и все отлично. Вопрос был возможно. А будет у вас тогда проблема, что у вас страницы разные, контент одинаковый? Для этого вам нужно не все страницы так делать, только открыть для индексации те, которые вам будут страдать. Например, вы проанализировали запросы через Adbox, или через подгазаторы, или через кей-корректор, собрались по регионам, в Днепропетровск, вы видите, что запрашивается, межкомнатная дверь Днепропетровск, но там межкомнатная дверь не запрашивается. Какую страницу пересечения фильтров, нужно открывать детексацию, можно смотреть через метро-ролларс, и тем самым уменьшить количество таких страниц с одинаковым контентом. Получается, у вас будет пересекация, но вы разместите другой текст, разместите другие метатеги, немножко переформатируете, добавите слово гидропетровск и футбол через другое слово, и он поступит, это хорошая страница. Работа именно такая, ручная, 100 тысяч. А можно что делать? Есть сервисы, которые помогают автоматизировать работу с этими фильтрами за счет этих сервисов. Например, я пользуюсь внутренним сервисом для этого. Есть платные сервисы, и заграничные, и наши разработки по-моему тоже есть. Кто-нибудь там вообще много может поискать, что-то вам пригодится. с какими местами оказывают? Все которые там, ну в основном запрашиваются крупные города Украины. Не знаю, я не делал вообще все города Украины. Первая вопрос в ТАК? В ТАК? Ну желательно один. Потому что этот запрос будет привязан к этому региону, Украина допустим. Украина допустим. допустим. да. Киев, Львов, Донецк. Если все города двигают на одну страницу, во-первых, у вас не хватит длинных тайт, чтобы указать эти запросы, что им нужно. Эта страница целевая для этих регионов, именно для тех городов. во-вторых, Google не понимает, ну, реально ли это все регионы вы реально не доставляете этот товар. Когда вы указываете на одной странице именно киевский номер, телефон, адрес и тайт для Киев, вот отличная аранжевность. Ну а как в Хедере, допустим, или там в Упере, мне тут пишут, да, там, это магазин, там, идёт, сайта, осуществляет доставки, туда, туда, туда. Да, но какой результат по вот этим городам? Я лично с сайта, которые только начинают там, или продвигаются год-два, и не видел хорошего результата, чтобы одна страница анжировалась подмогом городов. Постоянно, если там, ну, можем сейчас даже взять и подносим. А как быть под несколько городов, если подбирать подъявность и сайты они региональному выдачу, да? То есть, он привел, там, Киеву, из главного порядка. в Яндекс, в Яндекс, очень хорошо тоже, аранжирует, когда, ну, например, в вас регион Киев указывает. Правильно? Яндекс, вебмастер, яндекс, ставечники. если вы укажете, создадите страницу рекорд, то он все равно выложен. Потому что, ну, это в России, если вы создаете, там есть именно регионы Москва, в Санкт-Петербурге, если вы строите российская выдача Яндекс, то там, если создадите страницу от Санкт-Петербурга, мы именно в Санкт-Петербурге. только если вы создадите платномерный. Если вы строите, я проверял. Яндекс, яндекс не должен аранжировать. Там на допуск мастерап указывают города. Ну, если указано на склад, а вы создаете страницу Ну, только через мастерап, просто на сайте вы не увидите. Понятно. Ну, отрасль в том, что указано на склад, а мы создаем страницу, например, фильтрации под Санкт-Петербург. Этот домен не будет аранжировать в Санкт-Петербурге эту страницу. Нужно создавать под домен и указывать уже по мастерап, что это Санкт-Петербург. Нет, в том, что в Яндекс, тут же несколько можно регионов указать в Мастере, если есть филиалы. В Мастере в Яндексе есть. Да. То есть, если, допустим, есть филиал в Москве или в Питере, то есть, и Яндекс это так кушат, тогда, как бы, можно определить, что в Санкт-Петербурге двум регионам. Соответственно, в Мастере может быть тот регионный свойств. Но это, если у вас стоит регион глобально, в России или в Украине. Нет, то есть, даже если в Питере, в Москве, и в Самаре есть филиалы физические, потом так прописать, в Мастере, то он явно дает... Ну, вот, в России я взял только под какой-то один из регионов, например, Питер, или Москва. Нет таких случаев, еще нет. Это недавно, это год назад мне показали, то есть раньше что могут быть на регионах. Хотя, если плата в Яндекс в каталогах хватает до миллионов, до миллионов, по-моему, до семи, как регионов, это возможно. Да, нам надо, чтобы телефон был, офис, и, 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 зато! Ну, так, подrs leyодово. Рендерная ошибка, которая запускается... Мне приходится заказчик, опять же, и разработчиком, может сделать филферацию, потому что он сообщает списывается Солик, мы должны сделать филферацию. Окей, хорошо, сделаем, давайте какие филтеры сделать. Сделать филферацию, делаете через галастрипты, или по поиску товара в базе данных. И такая же реализация тоже не подходит. Кто-то знает, почему это только в JavaScript реализация или поиск товара в базе данных? Все демонстрирую. Вот, например, интернет-магазин. Нет, нет интернет-магазин. Интернет-магазин сделан с фильтрацией через JavaScript. У нас есть красивые интернет-магазины, есть товары, есть фильтрация по бренду, по цвету, по размеру, по цене. Удум не меняется, да? Да. Мы можем выбрать курточку. Хотим продвигать запросы в курточке Edit Arts, у нас курт остается неизменным. Мы хотим продвигать там другой вариант, у нас опять же, это курт в УРО неизменный. У нас не курт в УРО подкратить запросы. У нас для пользователя, который зашел на сайт запрос в курточке, который может себе выбрать какому-то критерию, но и чтобы пользователь попала непосредственно в поисковую систему по запросу купить куда-что видать, это программатично, потому что, опять же таки, у нас нету подвигами в цене вот это, под эти запросы. По поиску товаров в базе данных, это, например, это когда мы выбираем какие-то запросы, например, сезон. Правильно. Нажимаем на идти. Все. Получается в УРЛ. Этот УРЛ динамический, он не статический, и на него Google не может попасть. Но мы можем создать карту сайта, создать эти УРЛ-адреса, вытянуть через базу данных для поиска. Но эффекта этого не принесет. Я видел, конечно, успешнее. Там пару находил кейсов, которые при такой реализации учебили в топ-сайты. Но бюджеты они тратили очень огромные. Как на оффлайновые рекламы жить, на онлайновые рекламы, чтобы завоевать дарения на поисковую систему за счет поведенческих факторов, за счет большого количества естественных ссылок. Например, вы там крутите рекламу к телевизору, какие-то баннера по голову разрешиваете, и вас люди узнают, начинают делиться вашим сайтом, вашим ссылкам вашего сайта, и кто и так наращивается за год, за два. Хороший тест, и какие страницы выходят. Но, как правило, результат такого продвижения, такой реализации каталога, практически безуспешно. Очень мало точных кейсов. А при JavaScript, там вообще нет, куда подбирать его результат, и вы, опять же, получаете страницу таток на странице таток. Как же нужно делать, как штабировать? Сейчас покажу. Вот. Есть каталог. Мы можем там фильтры есть. Выбираем какой-то производителя, что дизайнера. Мы видим, в URL-адресе появился новый урок. Что-то типа шоп-стрит движка, да? Да. Вот. У нас там каждый фильтр должен быть свой прорабатывать. Мы захотели продвигать там бренд плюс тип, там, например, анальные кондиционеры какого-то бренда. Мы можем продвижать отдельные теги, мы можем разместить текст, если этот товар есть, и... брать продвижение и получать по ним зафиг. Чем больше вот такие длинные посты, берем продвижение запросов, лон-тейл еще называют, это за счет использования нескольких видов фильтра. Например, бренд плюс серия бренд плюс тип, или там еще есть там инвертор. И в итоге такие запросы... Меньшая компенсация по ним, меньше частотность, и... не все сайты продвигаются. В основном продвигаются высокочастотным запросом то есть сционеры, какие-то сционеры, инверторные. Если брать пересечения, то вы по этим запросам где-то получите результат уже буквально там через пару месяцев. 2-3 месяца и вы уже получаете результат, получаете трафик, получаете трафик. Пока вы получаете продажи таких запросов, сквозь того у вас уже возраст вашего сайта, домена. Плюс идет, вы наращиваете ссылочные, вы наращиваете политические факторы и тем самым вы получаете данные с вашего сайта полностью высокочастотные, среднечастотные запросы. Но при такой реализации также могут быть ошибки. Все хорошо, буквы есть, но... Смотрите, можно выбрать товар, можно выбрать еще один кондиционер и еще один кондиционер. И так бесконечно выбирать бренд. Что при этом происходит? Google босс заходит на страницу, например, первого бренда, анализирует страницу товары, все переходят по ним, переходят на второй. Получают URL адрес Carrier плюс Убрандхантер. Опять анализируют все кондиционеры Carrier, потом следующий, следующий, следующий бренд. Чем больше он добавляет себе фильтров, тем чаще он анализирует товары, которые были в начале. И в итоге он понимает, что он делает одну и ту же работу, он одни и те же товары постоянно анализирует и присылает вот такое письмо. Google в Мастербус вот такое письмо присылает, что обнаружена проблема при сканировании сайта, обнаружили чрезвычайно большое количество ссылок на нашем сайте, что свидетельство проблемой связано с структурой адресов. Возможно, Google код принять необходимости сканировать большое количество различных вариантов, типичное или похожее содержание. То есть он постоянно стримирует страницы с одним и тем же содержанием, похожим содержанием, то есть одни и те же ссылки. Чтобы такого не было, можно закрывать от индексации все пересечения фильтров одного и того же типа. Ну, например, никто не ищет там Харли плюс Украинфанкт кондиционер. Постоянно ищут, сначала посмотрят какой-то один бренд, потом найдут второй и посмотрят ценой. Те страницы бесполезны для того, чтобы они были в поиске, их можно закрепить от индексации и уменьшить работы Googlebot. И вы уменьшите количество второстепенных страниц в индексах расхода системы Google. И тем самым улучшите ранжирование вашего сайта. какие следует страницы оставлять для индексации? Во-первых, это те страницы, которые вы подобрали при подборе синтетического реза. Если вы подобрали по брендам, по типу, то эти страницы в любом случае первый уровень это один плюс брендный фильтр, который оставляется для индексации. Второй уровень это когда вы делаете пересечение двух фильтров. бренд плюс инвертор, бренд плюс тип и так далее. Вот это также можно два пересечения оставлять для индексации. Третий уровень это три пересечения фильтров. Тут уже нужно смотреть, если нету поисков, вы, возможно, сомневаетесь, что по данным пересечениям будут переходы, будут запросы в поисковой системе, вы можете проверить Google AdWords. Если запросы есть, оставим для индексации, если нет, закрыли. Я, как правило, делаю по данному. Сайт большой, все пересечения фильтров с одной проанализируешь, я все закрываю от индексации и постепенно открываю. Сначала первый уровень можно, потом проанализировал, второй, третий, и так далее. Пересечения я анализирую и постепенно открываю индексацию и увеличиваю так, как продвигаемый сайт. Переходим со структурой, все понятно посетительными. Тогда переходим дальше. Шестая ошибка это, когда оптимизатор не прописывает метатеги вручную при подобранном синтетическом деле. Он берет сайт продвижения, начинает продвижать страницы каталога, покупать ссылки, но метатеги прописаны не внимают. Например, прописан чисто шаблон. Если страница в каждой культочке то в каждой культочке интернет-магазин сайт помнит. Но есть еще конечностые запросы, которые люди запрашивают купить, цена, брендовые дизайнерские культочки и так далее. Эти запросы также нужно включать в метатеги, в тексты. И у нас шестой пункт метатеги. Особенно важно сайт включить данные запросы. Если не включаются запросы, то по коммерческим запросам вы не получаете трафик, вы плохо ранжируете поисковой системе. Так что, если вы продвигаете страницы каталога, обязательно подбивайте семантическое игру, смотрите, какие слова у вас есть в семантических группах и прописывайте оптимально метатеги. оптимальная длина 90 символов и в эти 90 символов вы должны включить так коммерческие, так и все запросы, которые есть в семантической языке. Почему не 90? Такая рекомендованная длина Google Scrap. я тоже читал одну справку действительно пишу 90, даже я видел, что рекомендуют 70, потому что больше не показывается на результатах не показывается, но если... то оно начало отрезает представляет конец. Но я еще проводил эксперименты, я делал больше, делал 110, 112, 115 символов и кстати помогало. я делал в тайтах 113 символов где-то в конце тайта вписывал самые низкочастотные запросы типа фото или какие-то там недорого, дешево и эти запросы после того, как я прописал обычный тайт, у меня запрос там дешево, недорого, они очень плохо разжировались, топ-30. Я в самый конец проиндексировалась, через неделю смотрю, у меня уже позиции подросли там плюс там 5-10, я ничего не делал больше с этой стимулки. Так что, просто та аморика такая, что чем ближе слово в начале а, тем лучше ранжируется, тем лучше ранжируется, тем не считается, что страница менее дополнительное слово и меньше несколько дает. Хорошо, но тогда получается, что оптимальнее 90, мы вписываем 90, все что идет дальше, оно ранжируется лучше, при не менее аморикации в начале. С моих экспериментов я увидел, что результат есть и можно там немножко, если, ну, все слова не помещаются, они немножко бывают также преувеличивают до 105 до 100, ну, максимум по 12. Ну да, двери, мешконки, в начале должны быть самые высокочастотные слова, самые, которые мало относится, двери, мешконки, кондиционеры, кондиционеры, так и дальше, там уже можно писать тупить в Киеве, там, цена кондиционеров, там и так далее. да, 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 тупить кондиционер, тупить в Киеве, и, потом цена кондиционер, да, то кондиционеры, да, главное не перелить, там, не больше двух раз, если одну, два раза, что там можно, но я стараюсь там один раз. Ну а вес повысится от этого, если два раза написать, ну, значит, по запросам, например, кондиционер цена, то, возможно, ну, есть ситуации, где будет лучше ремонтироваться, когда вас именно близко ставят слова в Киеве, кондиционер, плюс цена, если оно там чем дальше, цена, ну, дополнительное слово, к основному слову, тем меньше вес. нет, нет, я думаю, кондиционер купить, кондиционер цена, кондиционер, кондиционер, будет выше позиционера, это просто сможет. Нет, наоборот, вас может пессимизировать, так как вы очень, делаете такое переспарм, все, что больше трех раз, это, во-первых, считается переспармом, во-вторых, вы тратите символы бесполезно, вы можете за эти символы, то, что вы там потратили, там, два раза кондиционер написали, вы могли бы написать, там, три каких-то, меньших слова, но они, ранжировать бы у вас выше, кондиционер все равно будет ранжироваться у вас хорошо, потому что он стоит на первом месте в тайпе, или на втором. Да, еще раз по матов-дескрипти, вот, я подпайп, насколько я понимаю, он точно меня на позиции в курсовой выражает. Я дескрипти, но я экспериментировал, просто не писал, и позиции не выключаются. Не, ну я понимаю, не выключаются, но, если, я пробовал, эксперимент пройдет тоже, что, допустим, там, например, кондиционер, купить кондиционера, и в, 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 чтобы, привести пользователя, заинтересовать пользователя, что, вот, перейдите на мой сайт и что-то там посмотрите, купите или закажите. Чем лучше вы напишите какое-то такое заманчивое предложение, тем больше вы трафика соберете в сетях, всякого без сетя. А позиция мне раньше, да, когда-то там года два назад проявила. А потом я как-то решил, это экспериментировали, наверное, где-то год назад. Я убрал все дескрипшины и с ради эксперимента ничем не поменялось. Ну, ты просто подставляешь тогда кусок страницы, который... Да, то, что он считает релевантным, потом подтягивает. Просто за счет хорошего дескрипшина вы можете повысить сетях. А кейверс вообще нет смысла прописывать? Кейверс в основном для гугла, для гугла нет смысла. То есть даже если там какая-то невероятная комбинация, которая в большинстве не встречается... Не знаю, я пару раз там пытался прописывать, по углу я не видел никаких изменений. Альянус рассчитывает, но очень мало лиц, да? Да. На рахунок бренда. Что ж да? На рахунок бренда. По сути... Бренды... Ну, от бренда речей... Сама названа бренда. Конечно. Ну, например, если есть страница уточка пусть бренда, то эти запросы довольно-таки частотные. Много запрашивают купить, например, на бренд Андер или самсунг или, например, молдуб самсунг или пас. Такие запросы. Если вы не будете брендерных запросов метатрек, то вы бы не добились хорошего собранжирования по брендерным запросам. У вас есть целевая страница, где собраны все товары именно этого бренда, вы их написали. Тогда можно делать фильтрацию и в другом времени можно лучше делать. и делать за счет выпадающего меню, с кем они играться, чтобы уменьшить бежевые возможности. Если вы будете все бренды вести на одну страницу култочек, то вы, например, не сможете получать трафик по запросам купить култочку или култочкой цена, потому что вы не сможете купить цена Киев или какие-то запросы еще добавить, которые именно относятся к разделу култочки, к запросам, которые еще один клиент не выбрал, кем он хочет, а это еще нечеткие запросы считаются. Для четких запросов, даже если вы приведете трафик на свой сайт по запросу култочки Адитас, а он пойдет на запросы култочки, то в этом выберет, если у вас там много кремов. Это возможно, что тут инверсионный трафик. Люди будут попадать, они не получают ответ на свой вопрос, не будут находить этот товар, не будет видеть вашего сайта. Вы потратили там деньги на продвижение, но конверсия будет низкая. Это бессмысленно. Еще маленький вопрос, а насколько вообще стоит пользоваться вот этими функциями Google, Яндекса, уникальные тексты, маркера, есть ли смысл при новом констерте действительно уведомлять об этом? Маркер, вы имеете микроразметку? Ну, часто у Google появился маркер, там, ну, это как микроразметка, но только лучше. Ну да, если это товар, то вы бы указывали, что это вот картинка этого товара, это именно там цена, это описание. Ну, если вы выбираете, ну... Эмутативность этого есть. Да, да. Вот для товаров я обязательно это делаю. Потому что я указываю, что Google понимает, что это за части контента на этом сайте, и так можно улучшить ранжирную плату. И, во-первых, это одно дело ранжируем, а второе дело конверсия. Потому что вас же лучше будет подтягиваться сниппеты в выдаче. И цена будет подтягиваться сниппеты, и какие-то характеристики, которые вы укажете. Еще два вопроса. В основном, после у меня правильный шаблон, формируемый на этот товар, и какие шаблоны? Ну, интернет-магазин. В нем очень много категории, очень много товаров, все уличную не пропишут. Есть шаблон, к которому формируется этот товар. Например, шаблон для товаров, для категорий, для фильтров, или для страниц антиктических типа. Контакты, доставки, ананасы и так далее. Для всех товаров уже швычную не прописываются. Прописывается шаблон, по которому формируется, например, название товара, и фистам, интернет-магазин. Нужно их правильно прописывать, чтобы не было моделировано. Например, очень часто возникают такие случаи, когда клиент-разработчики делают товары одинаковые разными страницами. Например, есть там кроссовки Adidas, какие-то модели красные, есть черные. Модель одна и та же, она отличается цветом, но это две разные страницы. Если мы подтянем шаблонный ттт название товара, именно Adidas на треть такая, то у нас будет два одинаковых тайпа, два одинаковых description. Это Google посчитает как дубль. Чтобы Google не считал как дубль, нужно подтягивать какую-то уникальную характеристику. В нашем случае это цвет. И вот нам нужно проанализировать, например, товары, что у нас есть уникального, какие характеристики, чтобы уникализировать данные страницы в тайпах и description. При этом включить коммерческие запросы. Купить, цена, в Киеве, интернетинг и так далее. И у нас в итоге получается, мы прописываем шаблон купить, потом подтягивается автоматически название товара, подтягивается уникальная характеристика, цвет, размер и еще ост-то. Потом там в Киеве, цена, из-за конкретного синтеза. Но саму страницу мы закрываем получается. Только односто для индексирования. Желательно, да. Потому что Google все равно будет как-то относиться, он будет понимать, потому что контент одинаковый. Ну как-то да, одинаковый пугацан. Но если сложно выловить вот эти все одинаковые товары, то это уже лучше, когда вы делаете разные метод теги, то уже будет лучше немного индексироваться. Как мы даже Андрей Липацан, сотрудник компании Google, говорил когда-то на видео встрече с субмастерами, что так лучше делать, лучше сделать JavaScript, если у вас есть какие-то разные характеристики этого товара, то на обстановительность товара вы можете выбрать, есть доступный цвет, красный, синий, желтый, или разные размеры выбрать выпадающее меню, и потом заказать именно какой-то цвет, какой-то раздел на одной обстановительность товара. Не делать индивидуированные товары какие-то различные характеристики. Такой вопрос. Спасибо. Эти дубли можно просто навлечивать с инструментами в односторон, для тех, кто не показывает. Да. Или с программой Эпикспайтер. Точно. Мы заходим в инструменты, когда в Мастер нашли, скажем так, эти дубли исправили их, потом нужно сделать какую-то манипуляцию, для того чтобы Google админировать информацию. Если их не очень много, то можете закинуть их на применитивную инвизацию через Google ADD. Если их много, то... Поцентное соотношение, в общем, в количестве, или там есть какая-то цифра... Нет, если вы видите десять уровен, то вы можете потратить пять минут времени и закинуть эти уровни. А если у вас таких уровен сотни или тысяч, то имеет смысл. Я именно это делаю, потому что срочно нужно это проиндексировать в многом количестве программ. Я тебе говорил, закидываю в отдельный сайтмэк, делаю там сайтмэк 2, поправим на инвизацию, он без скупий все анализирует. А не достаточно просто блажно отсунуть ему и снижать? Бывают случаи, когда очень много дубли метатемов, особенно товаров, то эти страницы начинают очень долго индексироваться. Например, он увидел, что там очень много товаров с одинаковым контентом, содержанием, метатегами, то он эти страницы может даже зайти, даже если они есть там недалеко в уровне мощности в каталоге, то он может зайти в них специально где-то через месяц, через два, потому что он считает, что это некачественная страница. И не тратит свое время на индексирование на страниц, которые он уже посчитал некачественные. Вы сказали сайтмэк 2, а каким чем вы скрываете робот на сессии? Google Webmaster Tools можете добавить второй сайтмэк, третий сайтмэк, четвертый сайтмэк, видео сайтмэк, сайтмэк с картинками, там можно... или в другой сайтмэк можете прописать сайтмэк, еще одну строку, и сайтмэк 2. если сайтмэк только создался, в нем тысяча страниц, вес передается в главный, правильно передается, растет количество страниц, резко, осталось тысячи пятьдесят тысяч, на них будет передаваться меньше вес в итоге, на каждого, или он будет... как он там делится? ну... если вы добавите... то есть, вы можете посмотреть на сайтмэк? смотрите, у вас было, например, десять тысяч, а вот пятьдесят, тех, что десять, они... ну... не просят, ну, не будет больше передаваться, просто будет еще передаваться так что, наоборот, чем больше товара, тем больше тайтмэк. вопрос можно? да. просто я сейчас еще хочу попасть на... еще один, поэтому у меня такой более хитный вопрос. понял? рассказывайте все, исходя из... кейса, что пользователи заходят на Google и там что-то ищут, да? вот. 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 они не знают, что нужно, да? именно на топ-лайн, розетку, и там уже что-то было дурак. поэтому, гипотеза такая есть, да? что действия сайта транспорта. да. дверя, непосещаемые. да. как быть тогда сайтом, молодым, именно тем, что им не пилеет, где у них малая мощность и то, что, в принципе, более такой частый кейс, то, что люди идут на план модуль, на сокол, или там, что-то еще. как вы... как здесь же их силовать? ну, вы, смотрите, вот здесь собираетесь тематику. если это одна тенция, то там вашего паста работал, там, в сфере. тот же адмитат, ну, вы можете, там, заестрироваться, и там какие-то промокоды прибавают. второй момент, это, по SEO, вы можете, вот, именно, делать акцент на низкочастотный трафик. именно много запросов собирать за счет пересечения фильтров, там, какие-то розетка, там, или кто-то выиграл. они же делают то же самое, то есть, они там все покупают, там, но, я вот, делаю таким способом, что, вот, когда мне какой-то взгляд на миг с нуля, я делаю трафик, как в общем-то, все равно, понятно, что очень много подорегает им розетки, тот плайн, какой-то пациент откажется, и, ну, если у вас там хорошее, там, предложение по доставке, там, бесплатная доставка, или какой-то, там, заинтересовали чем-то, у вас какой-то, там, ну, какая-то пушка, то есть, розетки, он... за каждым вас это понятно. Да. Дело в том, что про ваш сайт, вообще, не знаю, это, все, значит, люди идут на рынок, да? Да. Идут там, на то, что время идут на, не знаю, май-дан. А вот ваш сайт, там, где-то, в переулке, где-то там, ну, где-то, да? Как это будет? Как это узнать? Может быть, тут уже, все вы видели? Ну, можно контекст запускать, ремаркетинг, миссию, банкерная, если вы хотите, ну, повысить, узнаваемые... Но контекст, это все равно какая выдача, контекст, что приводит нас конкретно к контекстной рекламе четко, нам нужно устраниться по запросу. Да. Ну, мы просто повышаем брендовый тратик, мы узнаваемые стренды, мы запускаем такую массовую рекламу, там, и на тизер, и на контекст, и на ремаркете, нажимаем реклипу, там, можем, там, размещать на каких-то, там, городских порталах, свои, там, баннера, там, или какие-то ссылки, и тем самым повышать узнаваемые с бренда, и потом, оу, я где-то этот магазин видел, там, я... Правильно понял, что сила, или сила? Да. Просто, чем больше тратика соберется, за счет таких страниц. А дальше, ремаркетинг. Да, ремаркетинг. А еще хоть что-то сейчас весит, ссылочная масса, купленная, там, в логатропе, я не знаю, где-нибудь. Ну, 65 сейчас. Ну, ссылочная масса, которая покупается на странице, там, вообще, еще хоть как-то, поисковиками. Ну, в Яндексе, на некоторой тематике, что, уже бессилочная находится на Google, суворочная, в общем, особенно, там, с трассовых ресурсов, и со страницей, уже имеют фейдшранк, там, какой-то хороший вес на старых, там, вообще, отлично. Что лучше, сквозные, или... сквозные? Сквозные, конечно, очень классные действия. Но, если у вас, там, берется большое количество страдых ссылок, Google, на это обратите внимание. И если сквозные ссылки у вас без страницов, без страницов, без страницов, то у вас, там, санкции. Потому что, если, там, рекламы, посчитают, и если их очень много, то, то, не будут санкции. Но действует очень важно. Если там вы разместите, там, пару сквозных ссылок, каких-то крутых ресурсов, я думаю, у вас не зафиксируют посредиции. Подросток. Я лично так делал, неоднократно, размещал, там, гребли. Разные ссылки, такие, там, кинс, там, там, поджарм 5. Ну, отлично. Если там новый сайт, он живется на 80-х позициях, то было такое, что, там, плюс 40, плюс 35 позиции. По всем такому саду. Классно. Арендные ссылки, ну, тоже классно. Если вы, там, покупаете, поджарм 5, поджарм 3. Очень классно. Ну, как вы быстро приведете внимание поисковых систем, что вы манипулируете выдачу, тогда вы будете в этой церкви. Если это дело не рано, то чуть-чуть, и разбавление естественных ссылок в соцсетях, и те, которые делаются на форумах, с вашим сайтом, плюс какие-то там статейные ссылки, в районе 100, в резонтоне, ну, в сумме можно как бы и... А ссылки в соцсети? Они же, в принципе, соцсети практически не индукцируются. для разбавки ссылочного месяца, что это, как бы, естественно, с точки зрения как определить? А, после перехода, что был переход... Нет, просто, вот, делают, там, шею, фейсбук, например, в тот же сервисе, все запросы показывают, сколько ваши страницы поделились, там, в фейсбуке, в фейсбуке, и так далее. Все, я понял. Спасибо. Можно еще, пожалуйста, у меня, такой вопрос. На сайте ВАСК, русской Украины, как поступать? Закрывать один из языков на конденсации, или, ну, там схожие, может, пересечения текста, туры, картинки... Я пытался... Пересечения... Она была в каких-то других сайтах, но, у меня ничего не нашел. Я, допустим, нашел скнусополь, на котором Украинский язык закрыт. Ну, не знаю. У тебя какая тематика? Например, во многих тематиках есть Украинские запросы, и с каждым годом эти запросы украинские растут. Люди начинают больше старших украинских языков. И, как бы, это дополнительный трафик, и на некоторых тематиках можно открывать весь каталог для индексации, но закрывать товары, потому что, там, тупыты, ноутбук, там, Asus, Lenovo, на Украинском море, там, цена, там, может, не будет поиска. И, все равно, вы не получите так, например, товары вы можете закрыть, но оставить для индексации, там, главный, потому что, там, есть запросы, там, какой-то, ноутбуки, и, ноутбуки, Apple, ноутбуки, Samsung. Какие запросы вы можете ставить, написать украинские тексты, написать украинские и получать так. Ну, лучше сравнить, насколько есть украинские тексты, или да, тексты, просто украинские тексты. Так что, это просто... Топлата его управится, все сцены должны быть управиться. По сути, у вас это должна быть страница. У вас же, вы же не будете обвести на русскую сцену музыкновару с украинской версии? Ну, да. У вас же так будут, там, знатарские характеристики на украинском языке. А если сайт многоязычный, и, как бы, он продвигается не только теоретарно, по Украине? Есть тэнк, есть тэнк. Ну, это, во-первых, дамер должен быть поломовский, во-вторых, РЕО-РЕО, или нетерский. Главное, чтобы не было по ЮА, или Ком-ЮА, или Ин-ЮА. Есть тэх РЕО-Атернейт, которые вы прописываете в седе, от перегиманных, которые вы продвигаетесь, и... в часах... или нетерский. Это сайт я видел, после данного планирования отличного мероприятия. Примерно. В общем, да, мы прописываем за тэх РЕО-Атернейт, можете почитать в администрации, как я его настраивался, просто под каждый домен, но... ой, под каждый регион вы прописываете это. Для этого там поддомена или страница доступна для этого, или если у вас есть нового сайта, вы также можете указать под каждый регион. Нет, сайт 1... Нет, на самом деле сайт 2, есть один отдельный для России. Есть один, окей. Один, окей. Один вообще для всего мира. То есть, но как бы там пока что мы только на английском, но планируется делать в разных сетях? Ну, если у вас есть просто меняется языковая версия внутренней страницы, то вы под каждую проект Альтернет указываете, что это этот каталог, например, UFS, а этот Альтернерик, там... ну, в Google Ставке можно понять и... Альтернер? Альтернет. То есть, для каждого из языка нет необходимости делать субномерный и не присылать какой-то... Субномерный лучше, когда вы присылаете регионов, но какие тоже способы Google рекомендует, даже с Google справки, а есть два способа как продвигать один сайт под несколько регионов. Внутренние страницы, каталог, какой-то строго, там, RU, EWA, и так далее, или поддомен. вот, смотря какие там сайты, интернет-магазины, или какой-то новостной ресурс, в зависимости специфики сайта, лучше выбирать или тот, или тот. еще последний, самый последний если есть оперативный сайт, что-то точкой YOY, насколько выгодно открыть интернет-магазин на домене третьего уровня, или вообще завести отдельный магазин. отдельный магазин, вообще отдельный магазин, это намного лучше, чем вы там заведете на фронте. Ну там, шок точка нет, ничего не плана, ну не плана. Гарвартирный сайт есть, хочет еще и интернет-магазин, да? То есть шок точка что-то так Многие так делают, в принципе, опасные меры продвигают. Так, дублирующие контенты. Основные причины это возникли дублимутренники страниц, или случился сбой в решете сайта, например, текст дублируется на страницах координации, федерации в связи страницах сортировок. Например, у вас в топологии все товары не промещаются на одну страницу, то есть у вас есть там странички 1, 2, 3, 4, 5, на которые вы переходите, у вас меняется в URL пэч 5, пэч 6, и этот текст дублируется на всех страницах и доступен для индексации. Можно устранить эту ошибку в программном в коде, но можно еще всякими интернами использоваться. Ну, для начала покажу результат дублирования, насколько важно, чтобы у вас сайт был уникальным и по методетерам, и по внутренним страницам. вот было аранжирование 100 цели, хороших, много запросов. Потом произошло сбор фишки сайта, и начали дублироваться тексты на страницах поединации, на страницах попали в индекс дубли. Результаты не застраивают ждать. Сразу началось проседание при некоторых спросах, начало проседание. и так далее и так далее начало проседание. Если это не устранить в ближайшее время, то если у вас будут три часа и разбирать дальше, то в итоге вы получите санкции, или плохое ранжирование сайта. поисковую систему. Лучше в момент правильного установления, когда вы это видите. Если вы видите, что у вас средства просили позиции в симметрической группе, ищите дубли. Так. Виды дублирования ясно умеет. Главное за счет приставок таких индекс.пхп или индекс.пхтмл. Как это проверить? Накупляете такую приставочку html, нажимаете enter, если страница доступна по этому адресу, и можете проверить предсервера 200.op, значит она доступна для инфициации, если гугл ее увидит, то он почитает дублирование. Можете проверить? Знаете они гугл или не знают? Вы можете напишите сайт сайта если нет, то хорошо вы успели вы можете встретить страницу проблем и еще раз постановлено гуглирование страницы как я говорил каталог и каталоги страницы коденации например вы переходите на страницу вторую, третью, четвертую возвращаетесь на первую страницу уже полурел не каталог а каталог . у вас есть убирование какие-то страницы поединации скономической страницы это устраняется например по первым и директам или вы можете прописать тэк анонику что это такое расскажу в следующем слайде опять же и гид параметры очень распространенное проявленное смс созданное смс джула при добавлении гид параметра у вас всегда будет сервер 200 оп то есть страница доступна для инвестиций и даже если у вас страница на сайте нет пока нашел ссылку или вы очень часто бывает после гид параметра расставляете ссылку к какой-то анкор случайно какой-то символ и нажали сохранить Googlebot переходит к какой-то анкор и он добавляет ее так что лучше для гид параметров написать или домоникал или мета страница доступна с различными окончаниями в последнее время я очень часто столкнусь с такой проблемой что у сайта есть доступна страница для инвестиций как со сашом так есть страница и в последнее время очень часто так что проверяйте добавляйте окончания и переводите в каком-то едином формате без слышать с синдекс html верхний нижний регистр это когда вы можете прописать верхним с большой буквы или с маленьким уровнем каталог с больших буквы делать 301 или 4000 ошибки это когда страницы нет вы добавляете в программу какой-то аппарат адрес нажимаете enter и страница заражается даже таким адресом тут нужно испобрать форму программу сайта и несуществующий спонс сделать 4000 так же если не это не справить метро каким образом может попасть несуществующая страница в индекс и увеличить количество дублей страниц способы устранения 301 редирект все знают что это такое тононикал метаном робот и решаем корень самых самых больших программисов кто знает что такое каноникал метаном спутболь соусом ну вот отличный я вам расскажу более детально каноникал что это такое как его правильно использовать это так который позволяет уменьшить убрать страницы с похожим содержанием с индекса и передать вес этих страниц на основную страницу например у нас есть например координация первая страница третья четвертая страницы нам не нужны в индексе но они имеют свой внутренний вес прописав на страницах поединации такой тег и указав основную термоническую страницу в этом битве то эти страницы все поединации которые пропадут с индексом но весь внутренний вес которые они не умеют они придут основной страницей и нам очень лучше начнется получается вы сливаете весь вес с этих страницей а основную страницу при этом товары которые находятся на вторую третью страницу то поединации они эпично инвестируются нет таком что они плохо инвестируются или вообще не не все отлично инвестируются наоборот вы уменьшаете по таких похожих по содержанию страниц вы уменьшаете работу и еще делаете плюс вы передаете версию на основную страницу показать что это не грубая это хожая страница содержания и ранжировали основную страницу эти страницы не добавляют индекс метр он также объясняет исходную систему какие страницы не нужны в индекс но тут есть свои преимущества и свои недостатки недостаток в том что он не передает вес на экономическую не экономическую он просто объясняет эту страницу не нужно индексировать по этой странице не нужно сканировать ссылки пригодить по ссылкам и так далее его эффективно использовать например страницы корзины или страницы фильтров которые по пересечению например два бренда или три бренда вы можете прописать новый индекс нонфолд чтобы он о этих страницах не знал это не индексировать и не переходить по внутренним ссылкам которые размещены на страницах мы запрещаем индексировать саму страницу добавлять рудекс но все страницы которые все ссылки которые находятся на этой странице мы разрешаем чтобы он переходил по ним и пришел дальше сайт внутрь сайта это отлично работает для можно применять на странице когда вам нужны не нужны страницы в индексе но вы должны разрешить сканировать страницы товаров на этой странице но индекс нонфолд это когда мы разрешаем добавить страницу в индекс но там например на нашей странице есть очень много ссылок на документы на какие-то доксовские бдф которые отличные фиксируют но мы не не хочу помнить какой барбол но можно поставить ссылки размещены в принципе есть вопросы на замену робот в какой-то случае да но это лучше чем при реализации мета робот страница по-любому попадает с индексом если вы закрываете страницу в робот стексте то она все равно остается в индексе только вместо description описание выводится эта страница закрытая в робот стексте содержание недоступна она не просто уходит по второстепенной индекс она не показывается в выдаче но она сохраняется в результате а таким образом вы уменьшаете количество страниц лучше максимально я рекомендую и сам стараюсь использовать максимально электроник это робот робот я использую в крайнем случае когда я не могу применить детоник сайт я закрывала а я закрывала ну вот у вас есть страница с похожим содержанием я я могу писать так да он с моего сайта он побачил с а здесь сезон я могу прописать да но если мы не не писать не писать не не на мис сайт трапил не падает с я как не вы у вас просто будет очень много страниц если у вас пока не закрыты страницы то не особо ничего страшного но если вы практических экономиков то возможно улучшить страницы но если у вас на странице кодинации и прописанное страниц формирование тегов добавление страницы 1 страница 2 страница 3 то у вас в мастерапе вы увидите дубли страниц по тайну не правильно выключены у вас будет подтягиваться много не подтягиваться основной страниц я думаю что это пример так опять же дубли но он уже связанный с настройкой чпу url это любой url который не содержит с get-параметром это может быть сервис ptc можно написать цифры главное что не будет параметров и тем самым мы будем увеличивать количество что тут это однако вопрос вот расширь координата это после создания чпуни делается 301 эффект на новой странице страниц новой например у нас были параметры мы захотели создать красивые но продавец забыл сделать настройку директора со старой адреса мы можем попасть по старым адресам он имеет старые страницы и добавляет новое регулирование это приводит к тому что санкции со стороны крестового системы так что проверяйте я советую если вы делаете сохраните несколько адресов и периодически раз в месяц проверяйте если у вас сохраняется редирект или пропал возможно какие-то изменения делал в вашей аксессии вы таким образом можете проверить сохраняется редирект или сохраняется еще одна ошибка это когда после создания чпу и настройки 301-го редиректа в пропуске закрывается индексирование страниц с гид-параметом у нас были страницы и есть в индексе с гид-параметом мы сделали чпу и настройки 301-го редиректа все правильно но мы закрыли индексирование старых адресов на которые он уже не может попасть потому что вы закрыли возможность на них прийти да так что бы на сайвере написало просто вашего идея очень недолго эти страницы пропадают потому что все равно он видит этот робот что там я сталкивался с такой проблемой не раз я смотрю у них там очень много старых столиц которые вы видите как они остались только с надписью что запрещено контрольное странице но у нас старым параметром и он понимает что эти страницы запрещены он уже по нему перейдет тогда вам нужно оставлять старый сайтмерк см мэйп который спец параметами и чтобы он увидел этот предмет но и то все равно это не переклеить со старых адресом на новое сайтмер желательно чтобы все адреса перекрылись на новое в индексах были новые но в зависимости насколько большой сайт сколько там на новое что я думаю за неделю сайтмерк изнышек все которые выбирают почему ну если у вас вы делаете четыре сточки параметра то есть редирект пропадает но если вы вдруг снимете редирект то есть смотри будет старой странице изменился на уровне да если 309 они будут доступны опять по старому адресу а еще когда бывает шутка распространенная когда клиент хочет купил торговую марку меняем сделаем 301 но google master tools не указываем что сайт переехал на новый домен у нас в индексе есть старый сайт есть новый сайт и он в какой-то момент может посчитать что это дублирование или долго переклеивать страницы сайта чтобы без потери позиций трафика лучше указать что сайт переехал был конкур стал сайт пожалуйста переклей и буквально 10 недель в зависимости от того какой большой сайт сколько страниц намного быстрее приклеивали страницы где-то до месяца например у меня был сайт 1000 страниц интернет-магазин он его 13 недель он приклеил уже в индексе заменились полностью URL адреса если этого не делает то это очень долго и возможно проседание позиций в губле так а объявность объявность в любом случае проседание председания то есть был домет помпула было много страниц продвинуто в топе мы меняем на UA все страницы снова надо продвинуть начинается проблежение нет вы не стараетесь вы что-нибудь теряете вы без постарай передаете номер номер главное указать что там внутри чтобы это быстро произошло то есть там придет переиндексация да и уже с новым доменом да просто переиндексация придет нам быстрее если вы в углу укажете что вот у меня переехал если вы не укажете то это будет очень долго время и возможно проседание позиций не получит тысячи через турель с каких часах когда когда месяц потратить такого однозначного и тысячи да ну как минимум неделю это нужно чтобы проиндексировать информацию и перевернуть в революция так перейдем к спаму спам есть недотлегок есть спам текстов недотлегок ну по сути это перенасыщение ключевых слов я привел пример тайна для анализованного сайта который хотел подвигать нету страниц фильтрации это то что я говорил в самом начале когда нет страниц фильтрации некуда вести вебмастер решил написать бумага бумага у нас очень мало слово бумага и из-за этого возможны какие-то станции если это все встречается на каждой странице каталога то возможно также google пан так как написано бумага прописная да это некий спам просто выхода комбур с каким-то запросом ответишь успеха каким-то нет желательно достичь успеха с минимальными затратами в плане ссылочков это делает в течение спам текстов опять же такое же самое частое использование ключевых слов опять же желательно разная страница злоупотребление ключевыми словами в точном соответствии когда какие нечитательные тексты пишутся копирайтами или мастерами у нас там большой ассортимент бумаг Киев там не в Киеве а в Киеве и так далее такие тексты во-первых не полезны использовать для гугл бот это отлично сейчас понимают что эти тексты написаны не для пользователя для рисковой машины чтобы манипулировать вытачи и возможны санкции пессимизация вашей страницы и бот это может перестать пессимизирование и перебор акцентирующих тегов раньше это классно работало на топ 5 назад 6 сейчас такое если у вас постоянный текст вот этим выделением very strong чуть ли не через слово то это так же может достанется песс-консистемной как спам и какие-то другие активные санкции а сейчас вы пишите тегов фото как часто требоваживаются словом тайтли? фото? так недорого фото ну это я сферировал с какого-то сайта ну это ну я пытаюсь наскільки вы речи нажимаете со словом я стараюсь что они не нажимают если мне надо фотогалерею там у нас есть фото есть арти тайтли и гуглтэк не просто я не жалю не это я сферировал вот это просто да через 4 упор 1 еще такие питания как в целом формата цикл до после до 90 символов рекомендуем как я в начале я проводил эксперименты ставил 110 15 15 то даже эти слова которые я ставил за 90 символом то они все равно очень я веду к тому что я зафиксировал позиции на сегодняшний день поменял сегодня добавил какие-то запросы прошла неделя я собираю позиции по этим запросам которые я добавил по позиции какой-то плюс я уже ушел в плюсы я не сделал только два отечественные слова больше ничего не делал так что желательно основные слова к тайгу которые в тайгу указывают те которые максимально высокочастотные да добрый видно с точки этого тайга до отжимания ключевого слова еще например прямо на руках например iphone-шоты сколько раз надо в тайге один раз два один раз два один раз два один раз да зачем два раза эти слова можете использовать адрес два цена купить и ну это так умом например если я айфон например быть загиб как в и то сколько раз в вашем джиглате там в description, в title и в кейбате? Я больше раз не закрепляю. Так, переходим к ошибкам в Google Master Tools. Здесь какие основные ошибки? Когда генерируется в sitemap, потом какие-то страницы удаляются, а в sitemap остается прежний, он не одновляется, и в итоге он в большом количестве ошибок, и за генерирующих блоков там инвесируется. Все страницы, которые они просто в сайт маты, чем больше ошибок, тем хуже инвесируется этот файл. Его желательно не делать автоимилируемый, он там постоял, раз в день разносится, сам отдалится, или раз в месяц он мог убрать, обладать этот файл. Потому что в любом случае у вас там какие-то товары будут пропадать, какие-то страницы будут удаляться, и чтобы не было там каких-то ошибок или предупреждений, постоянно его исправляют. В любом случае можете зайти в Google Master Tools и посмотреть, есть ли ошибки или нет. Если есть, то исправьте, пожалуйста, или перейдите, любите этот файл. Также ошибкой, тут очень распространено, это то, что отсутствие файлов в sitemap.xml. Вы указываете, что там можно идти на вашем сайте, а в sitemap.xml вы указываете все страницы, которые вы желаете, чтобы он проектировал ваш сайт в любом случае. Также ошибка, когда sitemap.xml регистрируется, все равно создается, но там очень много стоит, больше 50 тысяч. Ну, рекомендуют создавать до 50 тысяч, но я даже сделаю 25-20 тысяч, чтобы он как можно быстрее загружался, и в любом случае максимальная количество адресов было организировано. По передателям сказали, что там часто так бывает, что в sitemap есть страницы, а в sitemap.xml правильные, которые были. Да, это настолько критично, потому что... Это была ошибка, это было предупреждение. Для того, чтобы вы правильно сделали или неправильно, вы, например, в sitemap.xml указываете инфиксирую эту страницу, но в robust.xml есть противоречие, что вы не хотите инфиксировать, он предупреждает нас, точно хотите, чтобы я не инфиксировал страницу или нет? Тогда вам нужно или убрать sitemap, или убрать правильность robust.xml. И если будет вот такое предупреждение, то он будет, я так понимаю, нанесен от robust.xml, он не будет туда добавлять дат. Просто зачем тогда это добавлять в sitemap, расширять? Чем меньше sitemap, тем быстрее на него проинфиксируется больше страниц. В случае с downed.xml, и бывает такое, что sitemap регулируется автоматически самоксинфанс, и каждый раз идите в общую направленность. Нет, предупреждения нет, ошибки надо исправлять. А ошибки не будут, они автоматически будут исправляться, когда авторимизируем. Так, а вот с txt.xml, тут очень, ну, практически каждый второй сайт, который заходит на продвижение, постоянно нахожу ошибки. Результат, там, google.bot интексирует, вы, например, захотели закрыть страницу, написали правило, но написали неправильно это правило, и все-таки страницу google.bot продолжает это интексировать. Или наоборот, вы хотите закрыть какой-то товар инфиксации, написали неправильное правило, и закрыли не только товар, а всю категорию, которая указана от товара, и у вас инфиксируется как категория. И, вот, для этого я вот привел пример, основные правила, которые используются, и которые выпускаются ошибки. Например, с txt.xml, это не заходить на весь тайт, если вы показываете какой-то свой канал, такой правил, значит, у вас сайт не будет google.bot посещаться. Если канал, то, знаешь, полностью все страницы будут доступны для инфиксации. И вот тут начинается самое интересное, когда ставят page.html, хотят закрыть страницу page.html, то это правило, когда все, что перед слышом, это означает, что перед слышом должен быть вторым. Если этот page.html находится где-то в каталоге, то эта страница все равно будет доступна для индексации. Чтобы она не была доступна для индексации, нужно поставить задрочки. Разница в том, что если просто slash page.html это сразу после томена страница закрыта, если звездочка, это значит в какой-то категории, в любой категории, где находится page.html, она будет закрыта для индексации. Вот. Иногда очень часто люди путают, и страницы не индексируются все, и не работает правило. Page с двумя слышами. Это значит, все категории, которая есть после домена page, для этого блога, она не будет индексироваться. То же самое нужно поставить после slash звездочку, это то же самое. Page с двумя звездочками. Это, например, если у вас есть URL-адрес, где посвящается слово page, все эти запросы будут, все эти URL-адреса, они будут доступны для индексации. Когда люди хотят закрыть, когда люди хотят закрыть файлы, то после также бывают ошибки, и допускают правильное закрытие файла от индексации, это вот расширение, плюс звездочка, и на доллар в конце. И тогда у вас все файлы с расширением СОС будут закрыты для индексации. Более подробно можно почитать по ссылке, это ссылка на официальную страницу Google по правильному написанию рекомендации по написанию пропост.xt правил. Также вы можете сюда проверить в мастерах, зайти в сканирование, инструмент проверки файлов Google, пропост.xt, и здесь у вас есть ваш пропост.xt, который вы сюда можете проверить правильно, вы закрыли или нет, всегда добавляете споревого вата, с которым хотите закрыть. Если нажимаете проверить, я вам буду доступен, или если закрыт, то значит в такой странице правильно или нейтрально вы всегда можете проверить. Ну так, а сейчас перейдем в такой социал мини-чек-лист по поиску внедрения ошибок в организации церковного магазина, какое последовательность действий и на что проверять, не знаю, данный сайт ваш. Начинаем проверку вашего сайта по трафику. Например, открывайте аналитику. В Украине, как популярная Google поисковая система, открываем Google Analytics, открываем где-то за полгода, за год, и что мы здесь ищем? Мы ищем проседание трафика. Мы видим, что в день во время он проседание, но потом он вернулся. Могут звонки. Понятно, что будет немножко проседание. Кто там Новый год ищет, не сидит в интернет. Потом трафик вернулся, но, как видим, в конце фикроля трафик начинает опять снижаться и опять постепенно идет вниз. Значит, что там мы там в фикроле сделали такого, что это негативно сказалось над трафиком, на нашем продвижении. Мы должны вспомнить, что мы делали, что мы внедряли, что нам могло пойти не так. Также нужно проверить, не было ли каких-то поддейков в тайской системе, Google или Яндекс, где-то в конце фикроля и переигрывал постоянно дать. Для того, чтобы ориентироваться, что я внедрял в каких числах, я вот делаю пометок 4, что наляжу, что мак. Если я там что-то глупальнее делаю, то чехолу, какие-то там страницы открываю, закрываю, если я подниму еще, то он зачитал, я делал в трафик. И когда я через месяц обнаружил, что у меня трафик начинает проседать, я смотрел, а, я тут недавно делал трафик, и, возможно, это мне не активно повлияло. Я начинаю разбираться, что и как я делал, и где опустил ошибку. Дальше мы переходим к магазу Google Master Tools. Первое, что мы анализируем, мы должны зайти в поисковый трафик, для выполнения ручных, есть ли или нет санкций. Если есть, то субтитры какие санкции, уже очень много инструкций в интернете есть, как снять эти санкции, занимаются снятием санкций. Если нет, переходим дальше. Что мы смотрим дальше в Google Master Tools? Это e-каргетинг, который можно проверить, если у вас домер не привязан в каком-то регионе, в Google или Google. И основное зеркало сайта. Где это сделать, это можно настройки сайта. И здесь вы можете посмотреть, указано ли у вас здесь e-каргетинг, и указано ли основное зеркало. Т.е. 3W, без 3W, и вот тут указано, что это 3W, это уже все сделано. e-каргетинг также можно посмотреть в санкции. Вот. Уже есть отдельная вкладочка предварительно, в какой стране привязан на ваш сайт. Украина, в целом. Уже вопрос. Да. Пусть час уже. Уже вопрос. У нас был вопрос средства. Там было написано, что надо закрыть зеркало. Угу. Зачем его закрывать просто средства? Зеркало? Да. А в мастерах мы указали, что в основном это? Мы с... Мы с... Может быть сразу же Google и Яндекс понимаем? В мастерах мы указываем... Ну... Яндекс понимаем сразу, но если мы указываем пост такой-то, то он будет автоматически раздавать такой-то. В мастерах слегка меняет. Если мы... Google, он не меняет. Мы можем сразу указать, что... есть... У нас основное зеркало вот такое-то, без 3W или 3W, и он больше не будет заинтересоваться. Он может анализировать этот образ текст, не сразу, ну, вообще. Зайдет там сразу, но узнает, что основное зеркало там без 3W или 3W, если у вас был настроенный редирект, может получиться время. У вас выносы появятся и 3W, и 3W. Желательно сразу ставить 301-ый редирект, и... Google Мастер Плукс указывает, да, и у Робус TXT надо было так, так если я сделал 601-ый редирект, мы просто тут леялись. Да, а для этого... Вот я сделал 1W, и указал в мастерах по самому зеркало, а у Робус TXT не надо писать 2W, допустим, с 3W, если я сделал самому зеркало. с вынуть. Дальше мы анализируем наличие 2W, для некоторых мутинус линксайта, это, опять же, как и можно в Google в Мастер Тул сделать грипп поиск оптимизации HTML, и здесь вы увидите все ваши там замечания, повторяющие мутинус линксайта. Дальше, все анализ вашего сайта предоставляет со всеми дублями, со всеми изменениями ошибками. Ошибки в сайтах как я показывал, где Google в Мастер Тулс анализируется, опять же, исправляем, чтобы корректно все отображалось и сканировался ваш сайт без ошибок. Ошибки в Робус TXT также рассмотрели, где их можно анализировать, как и стали. Так, дальше, проверяем определенные виды в ЧПУ, есть редиректы составы страниц на новое, нету редублирования, потом проверяем главную страницу сайта или ЧПУ. Дальше идем это проверяем доступные ли страницы для администрации разных регистов, должны быть приведены в силу окончания, также проверяем и помогаем различные окончания, проверяем отверстие, не существующие строительницы, так, что нужно проверить наличие в первой странице страницы поединации, так, что проверили следующее третье, если нужно проверить наличие на странице с похожим содержанием, проверить реализацию кнопки купить заказ спортивно, надо установить не ссылкой какой-то, а баттоном через эти теги чтобы не забрали страницы заказа данных проверить реализацию фильтра как они реализованы через java или через пост если так реализовано то делаем через страницы url адреса если сделано через url адреса посмотрим пересечения закрыт открыт открыт и на указать спальдер использоваться и его скачать от до 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 Продолжение следует...